Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас пятница, 3 мая 2024 года. Прежде чем начать эти новости, хочу сразу сказать вам, меня, конечно же, они заинтересовали очень, но более всего, больше всего, меня заинтересовал комментарий, один из комментариев, который написала женщина. Кем она работает, вы сейчас узнаете. Работала, либо работает. Ну, скорее всего, она сейчас работает. Послушайте сначала новости. В конце я зачитаю комментарии. Два комментария. Зарплата для них не главное. Почему молодые учителя уходят из школ? Повторяю, наш канал называется Мы Живем в Латвии. Значит, учителей? Каких? Латвийских учителей. Начинаем подробнее. Примерно 75% молодых специалистов, решивших стать учителями, 75% подчеркиваю, решили стать учителями, решивших, уходят с работы в течение пяти лет. Заявила исполнительный директор ассоциации производителей лекарств Райна Дурия Домбровска, сообщает РУС, ЛСМ, ЛВ. Сейчас поймете, почему это все. Дурия Домбровска пояснила, что учителями становятся две категории людей. Одни выбирают эту профессию, потому что у них, у самих был педагог, который смог передать им этот вайб учительства. Другие, потому что им нравится работать с детьми. Они выбирают стабильную и престижную профессию. Почему же при этом две трети молодых специалистов покидают работу учителя в течение пяти лет? Вопрос. А вот ответ. Чтобы разобраться в причинах, мы проводили опрос. Один из главных аргументов – неадекватный объем работы и изменений в отношении адекватности зарплаты. Но на первом месте стоит не зарплата. Вы понимаете, на первом месте стоит не зарплата, а большой процесс перемен, которые осуществляются хаотично. И это создает ощущение нестабильности и вызывает огромный стресс. Стресс признала исполнительный директор Ассоциации производителей лекарств. Стресс, понимаете? Далее, друзья. Она пояснила, что дело не только в деньгах, но и в коллективе, где молодые специалисты хотели бы ощущать поддержку, сталкиваясь с родителями и детьми. Для них важно распределение нагрузки, уменьшение школьной бюрократии. Даже здесь же бюрократия. Корни везде. И смотрите, уменьшение школьной бюрократии мы остановились. Адекватное число контактных часов. Запоминаете? Адекватное число контактных часов. Почему я вас прошу запомнить? Сейчас я буду переходить на комментарии. Сейчас 41% учителей старше 55 лет. Старше. А теперь, пожалуйста, послушайте комментарий. Он очень большой, друзья. Я постараюсь вам подробней изложить вот этот вот комментарий. Я фамилию не буду называть, но это пишет женщина. Смотрите. Вот что она пишет. Я работаю учителем. С этого, с этого года, учебного года, министерство образования в Латвии, я повторяю, напоминаю, министерство образования ввело 36-часовую рабочую неделю, 24 контактных часа, то есть уроки, 12 часов на подготовку, проверку работ и так далее. Одновременно с этим министерство не перечислило нашему самоуправлению денег на зарплату в полном объеме, продолжает она, эта учительница. Дальше вот что она заявляет. В результате директор школы срезал часы, вместо 12 часов на подготовку поставили 8 часов тарификации. Таким образом, 4 часа в неделю не оплачиваются. В неделю, подчеркиваю, 4 часа не оплачиваются. Посчитайте, сколько в месяц. Далее она пишет. На вопрос, почему? Вопрос она задает. Почему? На вопрос. Живем ведь в высокоразвитой демократической стране. Ответ. Нет денег. Сколько дали, столько и дали. Дальше продолжает она. Работаю 36 часов. Ставка. Зарплату получаю за 32 часа. Неполная ставка. Именно поэтому профсоюз категорически против 40-часовой недели для педагогов. Это лицемерие и бессовестность Министерства образования. Вот этим она заканчивает комментарий, друзья. Ну, можно еще один комментарий. Он очень коротенький комментарий. Пишите комментарий, друзья. Действительно, вот что. Я не буду называть ни имени, ни фамилии. Здесь потому что могут просто, ну, выдуманные. Зачем? А может быть и свои имена и фамилии. Нет, я называть не буду. Еще один комментарий. Проблемы решаются не путем предоставления новой информации, а путем упорядочивания того, что всем давно известно. Коротко и ясно, друзья. Вот такие вот новости, друзья. Повторяю. Зарплата для них не главная. Напишите учителя, пожалуйста. Для вас зарплата не главная? Вообще для всего народа. Но здесь затронуты учителя. Новости идут, в частности, про учителей. Сократили. Ну, на что? Это такие реформы? И профсоюз, посмотрите. Руками, ногами упирался и упирается до сих пор в Рязани рабочей недели. Чтобы люди не перерабатывались? Это с чем это связано? Почему молодые учителя уходят из школ? Но тут много причин, друзья. Не только это. Не только. Пишите. Конечно, я никогда не работал учителем. Никогда. Всю жизнь отработал сварщиком простым. Ну, последние годы работал, конечно, на руководящих должностях. Знаю прекрасно, как работать с людьми. Со взрослыми. Я не зря эту тему затронул. Со взрослыми повторяю людьми. Уже даже в годах. Старший меня даже принимал на работу. У всех разные характеры. Понимаете, да? Со всеми надо поговорить. Посмотреть, как они работают. Каким образом. Как он выполняет свою работу. Качество проверить. И так далее, и так далее, и так далее. А тут дети. Дети. Маленькие. Потом растут больше и больше. Характер меняется. Психи. И так далее, и так далее. Это все проходит через нервную систему учителей. Буквально всех. Даже вот зайдя в школу. В школу. Особенно на перемене. Не дадут соврать. Как вы себя чувствуете? Как? Да, 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 да. Учителя, напишите. Пожалуйста. Ну, если таковы есть. А у нас есть такие подписчицы. Подписчики. Подписчицы сто процентов есть у вас. Прекрасно знаю. Спасибо вам большое. Это непосильный труд. Тяжелейший труд. Есть такие комментарии были. Ну, я больше чем уверен. Это не подписчики. Что сколько им можно. Да вот они все время требуют. Ну, попробуйте учителям. Я не заступаюсь. Я говорю, как есть. Прекрасно знаю, как они работают. И как им достается. Особенно последние десятилетия. Особенно. Даже пятилетние. Всякие законы понапринимали. Всеразволенность. Кому? Ну, естественно. Школьникам. Их нельзя. На них не крикни. Не пикни. Ничего не сделай. И бедный учитель не знает. Он уже между двух огней. Как ему? Как работать? Как? Все, друзья. Это, конечно, отдельная тема. Это психика и так далее. И тому подобное. Это нервотрепка. Да, конечно же. Проще всего. Пошел. Выполнил свою работу. Физическую работу. Сделал. И все. И получил меньше. Да, я к чему клоню? Получил тысячу. Да, тысячу. Учителя, к примеру, ну, тысячу четыреста получают. Но, друзья, я знаю такую информацию. Конечно, прекрасно. Кто-то получает тысячу четыреста. Кто-то больше. Но это чистыми. Чистыми. Но все зависело. Сейчас точно не могу сказать, друзья. Урезали, не урезали. Вот в данной ситуации я вам рассказал, где это. Да, вы понимаете. Где-то в регионе. Да. И комментарии. Пишите, друзья. Комментарии я вам зачитал. Я говорю, я тоже на нервах ужасно. Что не новость, а что делать, друзья? Мы варимся сейчас в этом котле все. Все. Повторяю, в котле варимся. И температура, температура, вот, учителя знает, нагревание увеличивается. Что происходит? Температура, вода начинает закипать. Начинает бурлить все. Но к чему я это говорю? Все, на этом я заканчиваю, друзья. Пишите комментарии. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Просто так поделитесь с друзьями. Это тоже тяжелейшая тема. Можно спорить и спорить. Ну, вот я не договорил, немножко договорю. Выполнил. Ну, например, вот я раньше работал, да. Ну, пускай другой человек сейчас работает помоложе меня, да. Он сделал свои детали. Все. Восемь часов отработал, ушел. Он больше ни за что не отвечает. Все. Все. Они же отвечают за, как говорится, за живых людей, понимаете. За детей тем более. А некоторые, знаете, с таким ехидством. Да вот они. Все им мало. Все они бастуют. Все они на забастовке ходят. Ну, да. Все мало, мало. Идите. Идите, поработайте. Хотелось сравнить еще с другими. Ну, не буду обижать эту профессию, конечно. Наверное, вы поняли, что я такую профессию хотел затронуть. Не буду. Давайте разберемся сначала с учителями. Да, да. Но вы поймите, кто это сейчас преподнес. Вот это вот. Вот это вот. Я там и преподнес. Это понимаю, да. Ну, видите, вот. Райна Дурия Домбровска. А кто это? Кто? Это директор. Исполнительный директор Ассоциации производителей лекарств. Я вам намекну. Да? Да. Какую профессию еще хотел затронуть? Ну, здесь, конечно, я не буду затронуть. Очередной раз когда-нибудь поговорим мы с вами. Про зарплаты, про работу, про отношения. В частности, здесь с детьми работа. Школьниками. Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Поделитесь, повторяю, и подпишитесь на наш канал. Поделитесь этим видео. Да. Напишите комментарий, что вы думаете. Спасибо вам большое. Ну, желаю вам хорошо отдохнуть все вот эти вот три выходных дня праздничных, друзья. Праздничных. С наступающими праздниками. Теперь на работу только во вторник, потому что мы отдыхаем. Сейчас суббота, воскресенье, еще понедельник. Праздничком. До свидания. Хороших вам выходных. Увидимся еще не раз, друзья. Долгих лет вам жизни, здоровья, благополучия, счастья, дружбы и мира, друзья. Мира и дружбы между народами. До свидания. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья.